Придомовую территорию домов номер 1 и номер 5 по улице Молодежная обнесли забором, якобы для ремонта коммуникаций. Но жильцы уверены, что здесь планируется строительство торгово-офисного здания. Раньше на этом участке земли, который вплотную прилегает к дому номер 1 по улице Молодежная, была благоустроенная зона отдыха с лавочкой, газоном и гостевой автостоянкой. Якобы ремонт теплотрассы, все коммуникации взяли разрешение на перенос коммуникаций, все коммуникации начали переносить. А потом уже, соответственно, начал экскаватор землю изымать, подготовительные строительные работы начались. При этом разрешения на строительство нету. То есть официально узнавали, что запросы отправили. Разрешения нету на строительство. Вот это строение, которое за моей спиной, возникло каким-то партизанским способом. Когда возникают какие-то ограды, мы начинаем интересоваться, а что здесь будет. Нам сказали, здесь будет ремонт трассы. Даже там написано, что это будет ремонт. И вдруг мы узнаем, это будет ремонт трассы, очередной торговый какой-то бизнес-центр. По словам жителей, публичных слушаний по поводу нового строительства не проводилось. Никто людей в известность ни о чем не ставил. Тесное соседство с предполагаемым торгово-офисным зданием не устраивает жителей. Во-первых, здесь не будет проезда. Если здесь стоит какой-то комплекс, значит, здесь должна быть стоянка. Правильно, стоянки нету. Машины скорой помощи не пройдут. Это реальность. Пожарные тем более, потому что там большие машины. Это тоже очевидно. Микрорайон Рекинсо-2 густо заселен и продолжает заселяться. Уже сдан в эксплуатацию еще один новый многоэтажный дом. Скоро здесь не только не пройдешь, но и пройти можно будет с трудом, говорят люди. Жителям непонятно, для чего нужен еще один бизнес-центр или торгово-развлекательный комплекс, когда буквально через два дома скоро будет сдано в эксплуатацию торгово-офисное здание. Снова появился заборчик. И явно, что это точечная застройка, которая может быть производится только с использованием какого-то административного ресурса. Потому что в проекте планировки микрорайона Рекинсо-2 этого объекта не было. Депутаты и активисты готовы отстаивать интересы жителей. И сами жители не намерены отступать. Уже разосланы письма в различные инстанции прокуратуру, главам города и района с просьбой разобраться в ситуации и прекратить подготовку к строительству. Ольга Ратникова, Евгений Корнилов, информационная программа «Наше время».